Случаев заражения коронавирусом не выявлено. По состоянию на сегодня эпидемиологическая обстановка в Серпухове стабильная. Уровень заболеваемости ОРВИ не повышается. Школьники сегодня ушли на плановые весенние каникулы. С 30 марта обучение будет дистанционным. Детские сады находятся на свободном посещении. Чуть больше 15% детей учреждения не посещают. Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел онлайн-диалог со школьниками. Подключилось к трансляции порядка 100 тысяч детей. Несмотря на свою молодую энергию, на желание подышать весенним воздухом, кстати, им дышать можно и нужно. Нужно ходить гулять. Но опять нужно избежать всего того, что связано с массовым скоплением людей. Спрашивали дети главу региона обо всем. Губернатор признался, что в школе получал много троек и справился уже в институте. Но все же главная тема встречи в сети интернет – начало учебы по удаленке. Что нужно делать, чтобы не отстать от учебного плана? Глава региона призвал детей ответственно отнестись в этот период к своему здоровью, учебе, использовать время с пользой. Что у нас по ЕГЭ? У нас же есть досрочное ЕГЭ. Да, Андрей Юрьевич. Его перенесли, я правильно понимаю? Да, абсолютно верно. Это решение принимает Министерство просвещения Российской Федерации. Они его перенесли. Что касается основного этапа ЕГЭ, то пока остается так, как есть – май, июнь. Когда первый экзамен ЕГЭ? Они начинаются в конце мая. В конце мая? Да, после 20-го. И, соответственно, если… То есть они, в принципе, тоже могут быть смещены? Да, безусловно. И как раз федеральный министр об этом тоже говорит. То есть, как только ситуация будет как-то меняться в другую сторону, то они, естественно, будут это пересматривать. На май перенесли всероссийский этап Олимпиады. На вопрос о продлении учебного года в июне однозначного ответа пока нет. Все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с заболеваемостью. В Московской области на сегодняшний день у 35 человек выявили коронавирусную инфекцию. 18 человек ожидают подтверждения или опровержения диагноза. В Серпухове без изменений. Подтвержденных случаев коронавируса нет. На базе кожно-венерологического диспансера начала работать специальная лаборатория для исследования на коронавирус. Оборудование закуплено Министерством здравоохранения региона. Исследования будут выполняться только по назначению врача. Всего таких лабораторий открыли две. Одна в Серпухове, другая в Красногорске. В наш диспансер для исследования пациенты не поступают, не идут. То есть они обращаются в поликлиники города и там по направлению врача, по необходимости, уже берут у них материал и потом централизованно направляется он к нам. На сегодняшний день мы закончили первую партию исследований. Коронавирус не выявлен. У нас снабдили тест-системами. Была установлена специальная программа. Проделана очень большая работа в Министерстве здравоохранения Московской области. Режим профилактических мероприятий в Серпухове соблюдается. Пассажирский транспорт проходит полную дезинфекцию салонов перед выходом на маршрут. Ведется также и санитарная обработка мест общего пользования, в том числе подъездов многоквартирных домов. В аптеках в достаточном количестве противовирусные препараты. В магазины города осуществляются ежедневные поставки необходимых товаров. Напоминаем, что в регионе работает горячая линия. Вызвать врача на дом и оформить больничный можно, позвонив по телефону 8 800 550 50 30. Региональная власть рекомендует жителям старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания, с 26 марта по 14 апреля оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Пожилым людям будет предусмотрена выплата в 3000 рублей, половина которой будет перечислена авансом, начиная с ближайшего четверга. А вторая половина после того, как период самоизоляции завершится, 14 апреля.